И мы открываем сезон охоты. Перед въездом в лес заполняем лист безопасности. Загон называется Долина Смерти. Игорь, Игорь, зверь! Судя по следам, зверь-то есть! Ничего, абсолютно нет следов. Лучше бы меня вывезли на Майорку, чем в лес. Стрелять-то будем сегодня, нет? Да. Когда? Когда захочешь, так стрелять будем. А, да? Меня поставили на этом месте. Я в этом месте добывал козла несколько лет назад. Кабаны оказались умнее, чем мы. Нас ожидают мега интересные кулинарные поединки впереди. Все, что вы хотели спросить, но боялись, сегодня мы это готовим. А можно я закончу видео? Ребята, похоже, правда? И дай вам Бог! Друзья, всем привет! Вы на канале Рязанцева Игоря, где я рассказываю о своей жизни, о своих увлечениях. Подводная охота, охота, квадроциклы, путешествия. Все, из чего состоит моя жизнь, кроме работы. О работе не рассказываю. Если кому-то интересно, на какие средства я живу, то все ссылки есть под описанием этого ролика. Пожалуйста, заходите и смотрите. Не задавайте тысячу раз эти одни и те же вопросы. Сегодня, начало ноября. Вот такая вот погода. Буквально вчера еще не было ни одной снежинки. Сегодня ночью выпал снег. Даже не ночью, а утром. И мы открываем сезон охоты. Мы приехали в нашу любимую деревню. Секретное место, никому не скажем. Для того, чтобы поохотиться на самца-косули. Хотя сейчас разрешено уже стрелять и самцов, и самок, и все, что хотите. Но мы обычно стреляем только самцов. Рогатых. Ребята, вот наша компания сегодняшняя. Наша охота-бригада. Сейчас я попозже всех вам представлю. Кого-то вы знаете? Это Олежа. Которого, кстати, все потеряли в последнем видео, когда его не было на подводной охоте. Я не забыл. Да. Это Олежин тесть. Александр Сергеевич. Это его сын. Дмитрий. Привет. Тестя, сын, не мой. Да, это наш общий друг Константин. Всем привет. И главный охотник. Организатор. Организатор охоты и приглашающая сторона дядя Ваня. Привет. Нет, вообще ни при чем. Ну и у нас еще есть одна загонщица и одна охотница. Сейчас мы вам их покажем. Вот это идет наша загонщица. А ты куда бутылку шампанского-то делаешь? Вот, вот, вот. А, вот она. И ждем тетя Надю. Это ядевания супруга. Она наша охотница. Перед въездом в лес заполняем лист безопасности. А охот минимум все сдали? Так точно. Молодцы. У нас все строго. Бутылки тоже сдали. Так, Александр Сергеевич. Я здесь. Ты загонщик? Так точно. Ты в загоне? Вот это тебе шапка. Да, 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 да. Ты снимай эту. Нет, я понял, понял. Вот я тебе знаешь, что рекомендую? Смотри. Вот в этой будешь ходить, а когда выходишь с загона, надеваешь эту сухую спокойно. Понятно. Я что тебе хочу сказать. Я специально поехал в магазин и купил шесть шапок вот таких. Ну и где они? Я не думал, что снег будет. Я же с работы меня забрали. Не важно, всегда надо. Если б я поехал из дома, я бы и взял. Всем всегда надо быть в таких шапках? Нет. А тебе вообще надо быть, если ты в загоне, те, кто загонит, в жилетках быть в оранжевых? Да, я согласен, согласен. Техника безопасности превыше всего. Да, я согласен. Мне нравилась твоя бейсболка. Вот эта камуфляжная вот такая. Ты стоял тогда, блин, на поле, мама дорогая, на миллион метров семьсот. Как это? Да. Оранжевая. Да, да, нравится. Мы загоняем сначала вот эту и сразу насквозь прогоняем поляну и гоним следующие поросники. Тут два загона получается, но мы их делаем вместе. Где останавливаться? Здесь. Все, все, загонщика надо высаживать уже. Начинается загонщик. Чай фантастический? Какой черёжок? Тихо, тихо. Они вот лежат рядом. Бешевники. Здесь. А где? А ты что ружье-то берешь? Я свое. Ты же загонщик. Вот загонщик и беру. Обязательно. Вот монтеры, а. Вот я сейчас и люблю. Я всегда загонок стреляю. Но где? А кто складывал? Кого? Твое ружье? Да. У меня в машине. Да. Вот так это делается. Раз. Раз. А вот этого чудесного. Дамской сумочки? Да. Дамской сумочки мы достаем. Два патрончика. Чтоб было весело. Один зеленый, живой красный. А где же ты, Морфеус, когда ты так нужен мне? Так, Александр Сергеевич, мы поехали. Ты ждешь команды. Да? Конечно. Поехали. Расставляем загонщиков. Самое главное, что он ничего не знает. Загонщиков оставили. Сейчас расставляем номера. Даем команду загонщикам. И начинается загон. А я, кстати, знаю, кто будет стрелять. Александр Сергеевич? Нет. Со мной на номере стоит новичок. А на новеньких всегда бегут. Я не счетовая. Ага. Так, Диман, кто номера расставляет? Дядя Вань, ты? Конечно. В рацию говори им. Кто там первый? Олег выходит первый? Первый я выходит. А, да. Первый карабин. Потом ружье, 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 ружье. И последний карабин. Да, да. Последний Костя. А Костя, ты ему скомандуешь где оставаться? Да, да, да. Иван Михайлович остановится. У своего номера выйдет. Подойдет Костя. Скажет, Костя, доедешь до края. Да, да. До поляня поставишь машину. Нет, то есть сейчас тебя высаживаем. Потом Олега высаживаем. Потом меня высаживаем. Да, да, да. Можно я около машины буду стоять? Вот это мы делаем отдельный загон. Вот здесь они через поляну бегут. И вот здесь сколько раз мы стреляли? А что мы сейчас так не делаем? Мы сейчас два сразу сделаем. Со второго завода он бегает. А здесь никто не сидит? Ааа. Мы сейчас будем насквозь. Они будут прогонять насквозь и дальше вниз гонять. Вот здесь карабинера может было посадить. Они могут убежать вон туда, теми березняками вон туда. Нет, они бегают. Они плохо бегут сюда. Но я видел, как они бегут туда. Четыре штуки. Стоял, смотрел? Налево. Зачем? Мы сейчас сделаем сразу два завода. Ты сейчас здесь выйдешь, а они вот здесь на краях лежат и убегут сразу за трассу все. Так надо было и здесь посадить, и там посадить. Нет. Как это друг в дружку? В спину стрелять? Нет, зачем? Вот этот прогон, который был справа. Зачем? Они в девяносто девяти процент случаев пробегают насквозь и бегут через этот загон вон туда им надо. Посадку. Посадку. Через трассу. Да. А, вон трасса уже рядом. Вот мы их сейчас вдоль этой посадки перехватим. Вот так встаньем и перехватим. Сусагон называется Долина Смерти. Смотри аккуратно. Чьей смерти неизвестно. Игорь, сейчас бери вправо. Сейчас бери вправо и сильнее вправо. Не знаю, сильнее вправо. А потом по диагонали, вот в эту дурочку, по диагонали только. Прямо не отбери, это опашка. Сильнее еще. Влево, 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 влево. Тормози, тормози. Тихо, 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 тихо. Очень медленнее. Переезжай. Вот там. Чего? Приди туда. Чего медленнее? Не, че, мы на грузаке. Иди в трамвозе. Ты здесь и с тобой сядешь? Давай вот сюда садимся. Я вот сюда приехала. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Не хлопаем дверьми. Не хлопаем. Диман с оператором вышли. Ну что, едем? В машине-то можно не шептаться. Сейчас вот точно стрельгнул. Прям с гарантией. Не говори, гоп пока не перепрыгнул, как говорится. Посмотришь. Прям с гарантией. Так, Игорь, влево, влево, прижмись. Сейчас Олега высаживаем. Да, да. По рации скажи, Олег, вот здесь вставай. Где надо бы ему вставать? Сейчас, сейчас, сейчас. Здесь остановимся, пока вылазим сразу. Я здесь стрелял? Мне кажется. Может быть. Мне кажется, здесь стрелял, вот оттуда он выскочил. Да, да, да. По рации говори, Олегу, где стоять? Олег, влазь. Так, следующий я, потом ты. Нет, сначала я, потом ты. Потом Костя. А как ты мне скажешь, где меня остановиться? А тебе сейчас скажу. А я без рации? Сейчас мы поставим туда? Нет, сейчас мы с тобой поедем туда. Так, а что мы с тобой, мы-то поехали? Что, Олег-то вышел, вон он слева встал. Мы с тобой едем. Так, я сам вот здесь, в эту березу. Вот здесь, да? Ты сейчас мошком уводишь, вон твой молодняк, простая молодняка. И встанешь, вот прямо напротив вот этих берез. Вот на этих березах. Вот туда встанешь. Напротив толстые березы. Я понял. А, ты тут стрелял, я помню. Все, вспомнил. Ты Косте скажи, где ему встать. Ты ему и так и скажи. Ты ему и так и скажи. Ты ему так и скажи. Нет. Все, ребята, значит, все номера расставили. Осталось встать мне и Косте. Костя с карабином, он встанет в самом конце. Будет перекрывать поле. А я встану не в самом конце. Иван Михайлович мне объяснил, где мне встать. Сейчас я угоню машину вот в эти параснички. Так, вот буду курзаком давить. Вот тут вот в парасничках поставлю машину. Вот так вот встану здесь, а сам пойду обратно. Все, встали и ждем. Сейчас Костя встанет и скомандует загонщиком начало загона. Загон идет уже 10 минут. Вот наконец от зала слышно загонщиков. Но пока никого не видно и не слышно выстрелов. Но сегодня Костлы должны лежать до последнего. Только что выпал снег. Убираю камеру, готовлюсь к выстрелу. Вдруг выскочат на меня. А я с камерой стою, ничего не с ним делаю. Один загонщик вышел. От него никто не выбежал. Тетя Надя должна быть где-то справа. Может быть от нее. Но ее не слышно пока. Вон слева вышла тетя Надя. Олег. Дядя Ваня. Ну рассказывай, что видел? Игорь Владимирович, они занавились явно. Ты не видел следов? Вообще ничего нет. Блин, ну тут загоны такие железные. То есть лежат, да? Ну мы всегда здесь как бы стреляли. Лежат? Я думаю лежат. То есть гонных следов не было? Вообще ничего нет. Даже зайчи старые были. А старые утренние были. И свежего мы нигде не подняли. Понял? Ружье что-то на свалку взял пока шел? На склад. Понял? Правильно. Ой, Игорь, Игорь, зверь! Быстрее, елку, паха! Вон, вон, вон! Игорь, стреляй, елку! Ты что? Игорь, где она? Где она здесь? Вот он, вот он, вот хвост! Вот он! Ага! Ага! Судя по этому зверь то есть! За хвост! Вот он, хвост! Не ругайся, не ругайся! Я держу! Да у тебя под ногой где-то уже! Да у тебя под ногой где-то уже! Вон он! А! Вон он, вон он! А! Таааа! Вон он! Кто это? Мышка это? Мышь, мышь, мышь! Судя по следам зверь то есть! Это землеройка! Это землеройка, конечно! Поймали! Машина идет! Отпускай! Мы у нас сегодня генпис! Лицензии нет у нас на нем! Аааа! Точно лицензии нет! Отпускай! Ну давай, ладно, беги! Вот где они должны лежать, в преломах! Вон трасса! Вот оттуда идет загон! Будем ждать! Второй гарантированный загон! Я не понимаю, что это нонсенс какой-то! Нонсенс! Ну давай, рассказывай, что ты там видела внутри? Я на нем месте стоял, где я дупле сбил! Ничего! Абсолютно! Нет следов? Во всем! Лежат! Прячутся? Знают, что мы приехали? Ну ладно! Да-да-да! Должны будут! Наш козел нас дождется! Лежит! Жирует! Найдем его! Вот смотри! Вообще ничего нет! Вообще ничего нет! Мы сейчас дорогу перескакиваем! Вот здесь! Дорогу перескакиваем! Дорога вот так пошла! А загончик! Дорогу перескочили! И вот здесь, между этими посадками приезжаешь! Грязь-то! И вот сюда вот гнать-то! Вот так встать! А ну видишь, тут он говорит, что в елочке тоже нельзя! А где елочки-то? Елочки-то дальше! С правой стороны! Я тебе сразу сказал, в этом загоне точно не будем стрелять! Сиди! Не будем! Игорь задолбал нас в машине, да? Мы ему говорим, не будем стрелять! Он говорит, точно с гарантией! Все! Надо было просто загончик опустить, а сами чай посидим! Лучше меня вывезли на Майорку, чем в лес! А Майорка что такое? Ещё раз говорит, не Майорка, а Сонарка! Майорка, Сонарка! Бурочки у тебя отменные! Тужурочка тоже! Давайте запустим её в загон! Не надо её в загон! А тут-то ели! А стульчик-то есть? Стрелять-то будем сегодня, нет? Да! Когда? А как захочешь, так стрелять будем! А, да? Сейчас мишеньки поставим и будем стрелять! Выйди из машины, да стрелять! Претензии к тебе! Вы дух, мы байене ещё не задобрили! Байене? Байене! Это дух охоты и рыбалки в Якутии! Так надо сбрызнуть водочки-то! Так не в себя, а на природу! Так заодно и... Нечего! Только на кровях! Димка! Сегодня стрелять-то будем? А, вот я сразу говорил тебе, в этом загоне точно не будем стрелять! Нет, я думал, сейчас с гарантиями! Да ёбросок! Они перебили? Перебили! Димка, когда мы с гарантией будем стрелять? Мы сейчас будем стрелять либо в этом загоне, либо в следующем точно! Потому что во всем этом массиве поросняков точно внутри есть козы! Есть, конечно! Если мы их выгоним, мы их будем стрелять! То есть подожди, то есть вот так вот, да? Вот такая, значит, логика! Если их мы выгоним, то будем стрелять! Если не выгоним, то не будем стрелять! Нет! Не в плане того, что если они выбегут, не выбегут! В смысле будут, не будут! В плане того, что если мы сможем оттуда выгнать их, Ну понятно! Понятно! Тогда мы будем стрелять! Они там точно есть! По следам надо идти! Александр Сергеевич, есть предложение отправить тебя одного, а больше народу перегородят! Ну! Надёжней будет! Он не слышит тебя! Давай его сюда! Рацию включите, Александр Сергеевич, пожалуйста, и послушайте нас! Может, ты пойдёшь один, а больше человек перегородят! По следам! Он будет прерваться, по следам идти! Он не слышит тебя! Он не слышит тебя! Усы, приём! Не слышит! А Костян, ты слышишь? Вот слушай! Да подойди сюда! Пускай сюда подойдёт! Подойди сюда! Пожалуйста! Может, ты пойдёшь одну? Нет! Бесполезно! Тихо, тихо! Почему? Ну, потому что сейчас вот они, если здесь поросники лежат, они даже не выскочат! Мне-то надо идти прямо вот вверхом! Вверхом-то зачем? Они обратно не пойдут! Они дёрнутся сюда! Да дело-то не в этом! Но если они с края туда лягут! Да ты будешь играть, сразу они соскучат! И они дёрнутся в эту сторону! Да подожди! Ну, вот они сейчас, если они сто метров отошли и легли! Ну! Ты чё? Я должен минимум сто метров идти! За сто метров они не лягут! Метров здесь вот так! Прямо здесь пойдёшь, так иди! Вань! 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 Сюда сядем сюда, потом на дороге! Одному? Я понял! Одному надо идти! Вот по краю! Да перекроем! Карабин есть! Ну давай! Вань! Переквсё понятно! А я пойду побыстрее там! Ну там-то чтоб и краю не надо! Мы-то где садимся? По какой дороге? По нижней! Вот так вот, да? Мы всё равно поджимаем! Но другие есть! Нет! Они сейчас вверх не дёрнутся! Ну какая разница! Давайте всё понятно! Ну подожди только, пока не сядем полностью! Ждите рацию! Меня поставили на этом месте! Я в этом месте добывал костла несколько лет назад! Вот у этой сосенки стоял! Здесь и встану! Костя вон там встанет! Вот отсюда она выскочила! Здесь я её и шлюпнул! Вон тётя Наня следующая выходит! Вот сейчас будем стрелять! Я думаю, что вот в этом загоне мы отстреляемся! Не знаю, возьмём-не возьмём! Но думаю, что отстреляемся! Потому что это первый загон не слепой! То есть мы видели, что оттуда зашли козлы! Вот вопрос, выгоним или нет их сюда! Будем надеяться на нашу удачу охотничьей! В общем прошло, ребята, 40 минут! Я слышал два выстрела в левой части! Не знаю, кто стрелял! Я никого не видел! Я вообще загона не понял! Сейчас буду разбирать! Что было и как-то случилось! Кабаны оказались умнее, чем мы! Надурили нас! Растворились! Растворились в лесу! Бежали, 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 бежали кабаны по прямой! Просто в бор! Там, где нельзя охотиться на них! И мы их пытались отсечь! Но... Увы! Зато как класс! Да, мимо меня проскочили три козла! Я на них постоял, посмотрел! А мы договаривались, что не стреляем козлов! Но... Наши деды говорят, что охота не закончена, что праздник только начался! Что, Юля, шансы есть? Поужинать? Я уже начинаю сомневаться! Но по правилам, что добыл, то и поел, да? Ну да! Похоже, не будем есть! Есть, есть, есть! Снимай! Можно, можно начинать! Начинайте, давайте! Начался загон! Ждем оттуда! Стоим! У нас сектор небольшой! Весь загон справа! Слева! Влево стреляем! Только с ружья! Потому что можно! А вправо поле! Можно стрелять с карабина! Поэтому два оружия с собой! Все! Тихо! Кто стрелял? Кто? Сын твой стрелял! Вот пятьдесят метров дальше! Четыре штуки проскочили! Четыре пауки! Такие следы! Вот такие! Кабани! Да нет! Козлиные! В этом месте обязательно надо номер ставить! Обязательно! Карабина! Самый дальний! На поле! Они перескакивают! Вдоль крапивы! Ну так и поехали! Дадим им! А если они перескочили трассу? Подожди! Стойте! Давайте решение примем! Мы делаем маленький загон! Конечно делаем! Да, Вань? А скоро солнце сядет? Давай-давай! Вот он загон! Давай один загон сделаем! Они побегут по поляне! Загон короткий! Так, стойте! Костя, ты сейчас нас увозишь опять! Ты сможешь еще идти? Конечно! Все! Ты сейчас нас увозишь! Вставайте! Куда увозишь? Вон на угол туда! А, сверху? Конечно! Олежа, иди сюда! Ты не ударишь? Покажи свое ружье! А ты не ударишь? Покажи свое ружье! Ружье свое покажи! Какого года? Ломатого! Не знаю! А какого года реально? Вот здесь написано! Игорь, что там написано? Тогда еще письменности не было! 50 какого? Это Демке подоили ружье! Дружочек у меня завязал с охотой! 66 стоит! 66 стоит! 66 стоит! Где? Ну вот номер идет! Номер идет! И в конце! 66 год! У меня старший уже! У меня 55-й вес! Мы доехали! Я же сказал! Если мы выгоним оттуда! То будем стрелять! Мы не выгнали их! Всех не выгнали? Нет! Мы их выгнали! Но они убежали от вас! Один ушел туда! Тихо! Ладно! Тихо! Что делаем? Что делаем? Загоняем! Все! Поехали! Все! Поехали! Все! Опять ничего не договорились! Поехали! Поехали! Был выстрел! Я Дим! Скорее всего взяли! Так! Ну что ж! Друзья! Мы вернулись за Димкиным трофеем! Сегодня нам удалось взять одного козлика! Они смотри! Сейчас Димка с ним сфотографируется! И зашли обратно! И вот там где-то подчеркнули! И это другие! И это другие! И это вот так вот подчеркнули! Так! Ну что! Забыли сковородку? Забыли! Ну еще лучше! Значит едем до дома! До дома! Ставим машину! Чехлим оружие! Да! Достаем бутылочку портвейна! Разогреваем оставшийся бюджбармак! Оружие уже зачехленное! Отлично! И начинаем жарить печень! Как все сложилось! Прекрасно! План мне нравится! Куда едем? Прямо! Ну все! Погнали! Да дома! Прямо! Друзья! По этическим соображениям мы конечно же не будем вам показывать процесс разделки козлика! Это мало кому понравится! Просто поверьте, что мы его быстро и качественно разделали! И приступаем непосредственно к приготовлению! Так! Ну что! Что-то я смотрю! Народ не рвется готовить свежедобытого козлика! Да! Александр Сергеевич! Я говорю! Что-то кто-то не все не рвутся свежедобытого козлика готовить! А! Да нет! Зачем? Новую печь куда делали? Плиту заменили! Плиту заменили! Ну и вот теперь просится ее обновить! 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 Что-то как-то! Давайте на ней печень жарить! Давайте! Рик смотри! Вот смотри! Вот тут выбегает! Смотри! Вот он! Смотри! Бежит! Смотри! Бежит! Рик вот! Тут! Офигеть! Смотри! Вот! Слушай! 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 Это вам ничего! Слушай! 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 Пойдем печень готовить? Пойдем. Нифига себе, какой у дяди Ваня аист! Это аист! Матерый! Вот здоровенный, да? Ты забыл, как это делается, что ли? Я этого жду весь вечер. Я же обожаю! Ты сегодня так долго стрелял козла, что на улице стемнело, и мы не смогли пожарить спокойно его в лесу, как мы это любим. Поэтому приходится это делать. Сегодня мы будем делать на русской печке. У нас есть новая печка. Да, у нас есть новая русская печка, которую мы будем жарить. На всех предвкушениях. Сполим! Сполим! У нас есть новая печка. Юрийич, подкиньте, пожалуйста, дров пока в печку. И в другую топку тоже. Нет, давай в другую топку. Астан, давай ты в другую топку. Ничего не прогорел еще. Ну, я думаю, что сердечко это. Заморошим его. Ну, ты в душу подкинуешь. Олег, скажи, пожалуйста, что мне? Тебе жир будет? Подкинуй скоротку. Да, давай. Подаритесь. Если он за 6 миллионов. Как все? Жир по голове? Вытопиться. Вытопим. Не ущерб тебе. Нет, будет просто подшарствовать. Так, это у нас почки. Это у нас печень. Это у нас сердце. А это у нас лук. Ложить-то в ночь надо, да? А это костяну. А что уже в ночь? Время-то уже полно. Время 20-летний. Есть что у меня? Шеф. Ты будешь идти ложить. Шалом. Ребята, вот смотрите. В прошлые выходные мы готовили печень лося. И с жира, который был вокруг почек, было очень хорошо вытапливаемое такое сало. Он как бы условно есть? Да, но нету, нету. Это не то, что нам надо, да. Чего его не угаскивать? А, вы не снимаете? Он стоит лицом. А вот ты стояла же сейчас. А я спиной. А кто спиной? Я Анпа. Скал про шалом, то есть про евреев. Ну, не обижайтесь, но анекдот такой. В сельскую синагогу поехала проверка, комиссия с областной синагоги. Поехала проверять освоение денежных средств. Приезжает и заходит. Их сельский раввин встречает. Ходит такой областной раввин, важный такой. Ну, по-любому деньги-то своровали. Тут плохо побелено, тут плохо покрашено. Сельский раввин все показывает. Вот акты, вот документы, сколько краски было, сколько побелено, покрашено по площади. Все посчитано. Тут смотрит. Угу. Не докопаться, блин, все покрасили. Блин, да чего же докопаться? И спрашивает такой сельского раввина. Вот к вам когда прихожане, ну, приходят люди там. Вы же их когорчиком угощаете. А когда наливаете, капельки-то точно мимо капают. Все. Не до сдачи. Учения. Тут только нет. Мы тряпочку постелаем под стаканчик. Если капельки мимо пролились, мы это в бумажечку заворачиваем. По акту актируем. И в область отправляем. А область нам, уже в зависимости от того, сколько там по своей формуле считают, в обратно присылают. Такой, блин. Так. А когда же к вам люди-то приходят, вы же хлебушком угощаете. Хлебушек ломаете. Окрошки-то падают. Мимо. Все. Не до сдачи. Все. Не целевое расходование. Такой, нет. Мы блюдечко ставим. Когда хлебушек ломаем, все. Потом опять по акту актуем. И в область отправляем. Они там уже как-то взмешивают. И нам обратно присылают хлебушек. Такой, думал, думал. Ага. Когда же к вам люди приходят, вы же обрезание делаете. Шкурки-то точно выбрасываете. Точно. Точно не до сдачи. Такой, нет. Мы шкурки тоже собираем. Актируем. И в область отправляем. Толстный район. А в область там что? Ну, и сельский район отвечает. Ну, когда не что? А когда вот вы со своей проверкой приезжаете. Не, раз уж про евреев вспомнили, то вспомнился тоже анекдот. Значит. 42-й год. Партизанский отряд. Приходит еврей. Говорит. Возьмите меня. Хочу быть партизаном. Они говорят. Нет. Как? Он говорит. Ну, ты парень ненадежный. Давай мы тебя сначала проверим. А потом решим, что с тобой делать. Дают ему пачку листовок. Иди распространяй. Он ушел. День нет. Второй нет. Пятый нет. Неделю нет. Думает. Ну, не ошиблись, значит. Через две недели приходит. Говорит. Ха. Думал не продам. Ха-ха-ха. 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 Вот деньги. Думал уже не продам. Ха-ха-ха. 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 Так, ну Олега, ну что у нас? Значит, значит, у нас не получился… На масле. У нас не получился эксперимент с вытапливанием жира. Да. Поэтому берем просто растительное масло и начинаем что-то делать. В чем проблема? Нет растительного масла? Нет. Ха-ха-ха. Добра навалом. Закрома полны. Вопрос. Ты хочешь на сливочное масло? Нет. 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 Я готов на растительное масло. Где растительное масло? Скажите, как вы это будете жарить? Э-э-э-э. Просто жарить с маслом? Нет. Вот смотри. Вот у нас есть шеф-повар. Он сейчас нам расскажет, как он будет это делать. Берешь и жаришь. Я как женщина настаиваю, чтобы мы добавили туда сметанки. Не-е-е-е. Печь со сметаной. Ну где ты? Нет, 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 нет. Печь со сметаной. Где ты возьмешь в лесу сметану? Нет. У коровы. У коровы? У Багнадии есть корова. У коровы есть сметана. Я бы чуть-чуть обжарил бы, наверное, на лук. Но это дело твое. Я целиком и полностью доверяю. Конечно, лечу сейчас глаз и сок. Не, можно немножечко лук обжарить, немножечко. Пока. Так, ну поскольку у нас печень, сердце и почки, я считаю, что это мышцы, а это не мышцы. Это не мышцы. Для... Сердце. Сердце и почки. Сердце и почки. И лук. И лук. Ребята, хотите лук? Хотите лук? Можно и лук. Давай... Давай... Я бы его сделал потом. Нет. Просто... Нет. Смысл... Смысл такой. Лук готовится достаточно быстро. И когда он переготавливается, он начинает чернеть. Мы не успеем доготовить печень. Мы не успеем доготовить печень. Мы не успеем доготовить печень. Подожди. Нормальные советы, да? Нет. Я обычно, допустим, на производство прихожу. Я смотрел Ивлева. Ивлев сказал. Я, говорит, учился в американском институте мяса. Говорит, вообще без разницы когда солить. Я не знаю. Ну он сказал так. Вот. Ивлева тоже много кто не любит. У меня однозначного мнения нет. Я раньше всегда тоже солил в конце. Для того, чтобы мягкость мяса сохранить. Ну, наверное, на самом деле, больше всего играет роль, знаешь, вот именно то, какое ты мясо готовишь. То есть оно мороженое, не мороженое, и какая его часть. То есть, допустим, ленивая мышца, ты ее хоть, блин, долг, хоть после соли. Она всегда мягкая будет. Вообще без разницы. На самом деле, если мы были в лесу, то мы были это все пожарили даже без соли, без лука, без разницы. И Костян, и гораздо быстрее вы это сделали. И быстрее сделали. И было бы очень вкусно. Нет, однозначно в лесу было бы точно в два раза вкуснее сразу. Просто потому что это в лесу. Но. За неимением. Да. Диману надо было раньше стрелять. Ну что-то у вас получается мышцы. Наверное. Ай, какая вкуснота. Олег, засыпай, пожалуйста, лук. Вот засыпай. Ну вот пора прям. Да, лук за печень надо было сыпать. И вот все перемешивай. Что стало? Я фигурую. Тоже, точно. Вот печень только попала на совороду. Она сразу уже сменяет цвет. Ребят, я вас удивлю, но все меняет цвет. Не надо никакой сметаны. Не, сметана она для тушения. У тебя в начале идет процесс скупирования. У тебя вкус уже попировался. Ой, не надо вот этого лунных слов. Вот видишь, лук не обжаренный совсем. Да. Вот сейчас нужно жарить до тех пор, пока не обжарится лук. Мне сказали поставьте сюда. Мне кажется, что нам жара не хватает, потому что погасло. Олег, нам нужно вот, как только лук будет готов, можно ставить на стол. Здесь вопрос такой. Я когда готовлю, то есть я обычно дома, я в конце, вот после того, как все обжарим, я кладу сметану. Олег, ты представь, мы сейчас готовим, как будто мы с собой находимся в лесу. Да. Мы сегодня этого не сделали только потому, что просто уже темнело. Поэтому мы вынуждены были вернуться и забыли сковородку. Да, да. Поэтому какая сметана, нахер? Поэтому у нас здесь полынь, короче, этот... Вишня. Вишня, вишовник там этот, дикая вишня. Юляш, ты споришь? Для этого нужны женщины, чтобы взять сметану. Женщин в лесу нет. Я считаю, что печень вкуснее со сметаной. Но ты готова нам приготовить? Готова. Есть печень? Я согласен. Жиба. Нет, я согласен, печень со сметаной это прям бомба. У тети Нади в холодильнике, у тети Нади в холодильнике должна быть печень. Мы сейчас у нее попросим, она нам выдаст. Окей. Ты готова готовить? Да. Отлично. Но, то есть у нас начинается батл. Нет, я готовлю походный вариант. Кулинарный? Она готовит домашний вариант. Супер. Костя? Погнали. Мы с тобой в жюри. А первый вариант это торт из печени, но это не сегодня. Вау. Нет, есть торт из печени, есть блины из печени. Вау. Ребята, нас ожидает мега интересные кулинарные поединки впереди. Все, что вы хотели спросить, но боялись, сегодня мы это готовим. Вау. Так, ну погнали Олег, сколько у тебя еще? А можно я закончу видео? Ребята, и дай вам бог. Сначала нужно выпить, мы всегда успеем. Так, вот у нас получилось вот такое жарево. Вот. Почки, печень и сердце. И вот. Выкладываем. И водка. Ай, красота. Вот, ребята, я вам, как уже Костя сказал ранее, что если бы мы это сделали в лесу, это было бы просто сразу в два раза вкуснее. Вот просто сразу. Одна момента априори. Вот. Все так. Но, друзья мои. В лесу и в горах, как говорится, все вкуснее. Ребята, тетя Надя выделила нам вторую печень и сейчас начнется батл. Завидите, Таня. Папа Надя не дает мне сметану. Почему? Хоровки нету. Хоровки очень свежие. А нам жарить-то в самый раз. Да, я тоже. Я сейчас посмотрю. Нам жарить в самый раз. Чтобы не пропало. Надя, а не очень свежая, это то есть не утренняя, да? Вчерашняя уже. Недельная. Мы снимаем на то, чтобы ты потом могла ссать. Да сметанка была не свежая. Что невкусно-то? Да сметанка не свежая. А что вы хотите здесь сделать? У нас батл, батл, батл идет. Кулинарный батл он остался. Ну. Кто кого? Кулинарный поединок. А поджарить? За тушение. Кулинарный поединок между Олежей. Сейчас Рамзи приедет. А тут у вас почему открыто? Специально так. А потому что не жарилось. Не вмешивайся. Не вмешивайся. Жара не хватало, я открыл. Жара не хватало. Так, Сашу будешь сам отрабатывать. Закрывай. Так что, кто такой Саша? Так то что. И зачем его отрабатывать? Это Саша, которая. На, Саша. Все понял. Давайте сковородку. Вон за Саша. Юль. Ты что, западлямба? Так Юль, значит, друзья, значит, что происходит, я вам объясняю. Значит, меня выгнали. Сказали, что резать я ничего не умею. Ничего не буду. Все будет делать Юля сама. Юля сама. К Юле уже пришла Белочка. На Сашу. Как остроумно. На Сашу. На Сашу. А что такое? Началось. Началось. Слушай, ну да. А, кухонный вариант, да? Да, конечно. Так, ну что, друзья. Олег, пока я предлагаю выпить за твою печень. За твою печень. А потом выпьем за мою печень. Олега. Более символичного тоста придумать сложно. Прекрасно, Олег. Давай, за твою печень. Я не любитель лука. И ни в какие блюда его не добавляю, кроме печени и фарша. А ты мне сразу не понравилась. Ну, не люблю. Правда. Я лук вообще обожаю. Кроме вареного, вот такого, когда его целиком варят. Вот в ухе. Его же варят целиком, головку. У меня папа обожает его потом взять и съесть. Я, мне кажется, не люблю лук. Это прям единство людей, которые вот такой вот вареный именно лук. А папа обожает вот прям головку лука взять и съесть. Я, мне кажется, не люблю лук после того, как я однажды посидела на луковой диете. И там нужно было каждый день на протяжении всего времени диеты есть луковый суп. А луковый суп это... Я знаю, что такое луковый суп. Капуста там. А, нет-нет-нет. Оля меня готовит французский луковый суп шикарный. И шесть луковых в кастрюле. Они очень нравятся. Лук там не едят, по-моему. Мы все едим. Так, ребята, лук порезали, печень порезали? Да. Что делаем дальше? Да. А, жарского рода, да? Да. Я теперь же не на печке или на печке? А, конечно, на печке. Так мы же в лесу. В лесу готовим, конечно, на печке. Нет-нет-нет. Это у меня был лесной вариант. У тебя прям домашний. Прям домашний на сковороде? Да-да-да. Ой, на плите. На плите, что ли? Греем масло. Лучка. Да, лучка. Юль, скажи, пожалуйста, а ты сейчас обжариваешь сначала лук? Да. Вот, молодец. Вот, молодец. Я тоже так считаю. Не до золотистой корочки. Пока Костя наливает. Зачем не надо до золотистой корочки? Совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Только аромат дал. Уф. Ай, вкусно-чища какая. Ау! Нет, мамочки жалко. Слушайте, ну я была не готова к этому зрелищу, правда. Конечно, не надо. Он был такой красивый. Я первый раз к меня с видом. Не надо это рассказать. Рассказывай про печень, как она будет вкусная, как она будет нежная, как мы и наедимся. В общем, короче, ты так стоишь и помешиваешь до степени готовности. Да. Круши все. Так, Юль, что? Что происходит у нас? Ну так. Что-то все. Ооо, она жает на сковородке. Это вкусно. Она жает на сковородке. Во-вторых, она жает на сковородке. Во-вторых, она жает... Во-вторых, она женщина. Во-вторых, она жает на сковородке. Это, кстати, тоже фактор. Конечно. Это был третий фактор. Ох, сейчас... Во-вторых, она женщина. Потому что женщина готовит, чтобы покушать, а мужик всегда готовит, чтобы было интересно, красиво и вкусно. Обязательно. А третий фактор – это ты готовишь замороженную печь. Да. А он готовил свежую печень, это в два раза продукта. Это только не замороженная. А нет? Она тоже была свежая? Нет, она из холодильника просто была. Это донорская печень просто. предположительно да предположительно я думаю что но фуру и фуру и дарим 10 баллов все как-то нибудь твои проблемы нет вот водичка почему она обычно нет не газирована да ладно а где сметана то твоя месть все на месте я конечно буду а лишь на блюда мне кажется обманывать я же не думали что-то будет прям сметане тушиться кота там плавать все это уже все сметане потушилась я же как бы в участниках они судейской коллегии ко мне вопросы какие а чё волна но так подожди то есть мы тут вчетвером должны это все съедет так ну хорошо обязательно попробуем олег давай твой голос конечно не будет максимально учитывался ну скажем так потому что падал среди вас ежели бы я не ел еще то же самое сметане и сам бы так не готовил это давайте давайте свежие невозможно испортить люди два способа испортить свежий продукт ну очень нужно это пересолить нежная очень да ребята вот на мой взгляд испортить можно свежий продукт двумя способами пересолить и пережить из сжечь все все остальные нет это нежная точно так если попробовать здесь абсолютно это нежно и это нежно и ничем принципиально не отличать сливочный вкус а здесь луковый вкус потому что лук не обжаренный лук не согласен здесь более такой влажная более сочная более сочная согласен да здесь вот он луковый вкус вот у вас осеньку он немножко вот давайте позовем независимых давайте короче это это не отравить короче вас шикарно короче друзья пока еще пока я до конца не дожил короче пробуйте экспериментируйте можно и так и сяк и еще тысячи способов берите делайте спасибо не сидите дома не сидите дома и взять в лес не батоньте до